Царство Твое, Христе Боже, Царство всех веков И Владычество Твое во всяком роде и роде Бог, Владимир Святого Духа Святого И о Преснадиве Марии, О Человече, Весок Стире нам, Госия, Христе Боже Дорогие друзья, примите мои сердечные поздравления с великим торжеством Праздником мира и Божией любви, Рождеством Христовым Вспоминаю, как несколько лет назад с группой Бобруйчан мы побывали в Вифлееме В храме Рождества Христова Там в пещере серебряной звездой отмечено место, где родился Иисус Христос Это было не время празднования Рождества Христова Но мы пели там рождественские песни, калятки Чем привлекли внимание других паломников и туристов из разных стран Сегодня в каждом храме ясли, где рождается Богомладенец В каждом сердце верующего человека место рождения Христа Событие многовековой давности, совершившееся в Вифлеемских яслях Вновь приковывает к себе внимание христиан всего мира Это не просто воспоминания евангельской истории Но и принятие в разум и сердце всерадостной вести о пришествии в мир Бога и Спасителя О примирении земного и небесного О начале новой эпохи в жизни людей Явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, говорит апостол Павел Говоря о нашей благодарности Богу за Его милости, о любви к Нему Важно помнить, о чем предупреждает святитель Игнатий Бринчанинов Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное отношение хотя бы к одному человеку То ты в горестном самообольщении А древний египетский святой Антоний Великий говорит От ближнего зависит и жизнь, и смерть души Приобретая брата, приобретаем Бога Тем более следует нам быть внимательнее к тем, кто рядом с нами Именно сейчас, когда сердца людей устрашаются от ежедневных новостей о терактах и военных действиях Там, где еще совсем недавно протекала тихая и безмятежная жизнь Сегодня Богомладенец несет нам благую весть о подлинном духовном мире Который может дать только Господь, и щедро Он дает его верующим Святой Иоанн Кронштадтский в своем слове на Рождество Христово так говорит об этом Всякий истинно верующий и исполняющий заповеди Христовый человек Всякий истинно кающийся грешник имеет внутри себя мир Христов Которого никакие внешние треволнения мира сего нарушить не могут Если он сам своей волей не вступит на путь беззакония и греха В благодатные дни святок будем усердно молиться Чтобы наступивший год стал годом Божьего милосердия Временем мирным и благоприятным Годом благоденствия для всего нашего народа Мира во всем мире С праздником Рождества Христово вас и новолетием! Божьего милосердия Божьего милосердия Божьего милосердия Господи, слава Тебе!